Пять лет назад в Кремле президент России Владимир Путин вручил мэру Хабаровска Александру Соколову грамоту о присвоении городу Хабаровску почетного звания «Город воинской славы». И это исторический факт. В Хабаровске чтят историю и сегодня мэр дальневосточной столицы передает документы о присвоении почетного звания Музею истории города Хабаровска. Документы, как дорогие экспонаты, лежат под стеклом. Ценные бумаги с печатями стали бесценными для истории города. Это письменные доказательства того, что жители Краевого центра принимали участие в военных действиях, активно работали в тылу и что Хабаровск достоин звания «Город воинской славы». Над документами работали представители местных властей, хабаровская общественность и ветераны. Они смогли раскрыть роль дальневосточников и в Великой Отечественной, и во Второй мировой войне. Москву отстояли дальневосточные, не сибирские, потому что в октябре у Жукова было 100 тысяч всего войск для защиты Москвы, а мы ему дали еще 100 тысяч. Это та соломинка, которая сломала немцев там хребет. Под Сталинградом в 1942 году Волга, Дон, Излучино, нечем заткнуть. Опять дальневосточники 11 дивизий. Получить почетное звание «Город воинской славы» Хабаровску было непросто. На этот же титул претендовали десятки городов. Оттого и победа в этой борьбе стала приятнее. Большая была конкуренция. На одно место участвовало 88 городов. А допущены были к рассмотрению на заседании Организационного комитета победа, который возглавляет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, 11 городов. И город Хабаровск явился безусловным победителем. В честь пятилетия со дня вручения грамоты о присвоении Хабаровску звания «Город воинской славы» устроили торжественное собрание в выставочном зале городского дворца культуры. Каждый отметил значимость присвоения высокого звания дальневосточной столицы. Это, конечно, очень почетно, потому что не каждый город удостоен этого звания. И я считаю, что жителям Хабаровска очень повезло, что они живут в таком великом городе, что с такой великой историей. Я горжусь этим. На самом деле это очень почетно, как для нас, так и для самой истории нашего города. И все это с чувством гордости рассматривается практически всем населением. И мы будем и своим внукам, внучкам. У меня внучка. Я считаю, что это очень знаменательная дата. А сейчас какое чувство патриотизма поднялось. Несказанно рады жить в городе воинской славы. Павел Игошин и Андрей Третьяков. Хабаровск. События.